Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Ну, давайте начнём, пожалуй, с того, что вы, собственно, вопроса не задаёте. Вот я сказал, да, что вопрос, но вы вопроса его не задали. И чего вы хотите от психолога, вообще говоря, непонятно. А ключевая мысль, муж, вот, он не такой, он неправильный, хорошо. Но мы его переделать и поменять не можем, потому что он не считает то, что вы описываете, очевидно, проблемой. Вот, а то, что для вас эта проблема, как бы, вы донести не можете ему адекватно, чтобы он это воспринял всерьёз и что-то сделал. А может быть, может быть, у мужа есть некоторый мотив делать для брата то, что он делает. Вот, то есть я имею в виду, ему помогать. Вот, и, соответственно, мы имеем дело здесь с созависимыми отношениями, с созависимыми людьми, да, где вы их, к сожалению, тоже являетесь созависимыми, потому что вы находитесь в браке с созависимым человеком. Вот, эм, очень претензия основная, что ваш муж не защищает и не ощущает границы вашей семьи. У меня такое, у меня, знаете, возникло ощущение, что и вы тоже, в общем-то, не особо ощущаете границы вашей семьи, потому что в какой-то степени всё это довольно пассивно с вашей стороны выглядит. То есть муж сделает какой-то выбор, вы недовольны, но как вы реагируете? Непонятно. Какая у мужа мотивация что-либо менять? Вот опять же, заметьте себе этот вопрос. Какая у мужа мотивация не помогать брату, а, например, ставить интересы своей семьи выше? Дальше. Определитесь со следующим. Вашей семьи или лично вашей. Потому что вообще-то интересов семьи не существует. Есть интересы людей. И, быть может, у вас с мужем разный интерес. Быть может, у вас с мужем интересы не совпадают. И вы прикрываетесь семьёй, интересами семьи, чтобы придать важность своим интересам в глазах мужа в глубине души, боясь, что они ему, в общем-то, не так важны. Я не знаю характер ваших взаимоотношений, но мне кажется, что между вами и вашим мужем достаточно мало личностного взаимодействия. То есть, между вами достаточно мало общего. Я могу ошибаться, это моя гипотеза. Вот. То есть, вы, может быть, хорошо ладите как мужчина и женщина, вы, может быть, в этом смысле друг другу подходите в том числе в интимной сфере, но во всех остальных сферах вам как-то вот не получается пересекаться. Потому что его отношение к мужу, мягко говоря, не уважительно. То есть, вы как будто не понимаете его выбор, вы как будто вот, знаете, как будто его действие, да, его выбор не вписывается в ту картину личности, которая есть у вас. И вы как будто бы не можете принять своего мужа, занимающегося тем, что он делает, помогает брату. Но если вы хорошо знаете человека, ну, если вы хотите за него замуж предполагать, что вы его знаете, то таких неожиданностей быть не должно. Если неожиданности появляются, вы эти неожиданности, например, не принимаете, то это повод для того, чтобы пересмотреть ваши отношения, в том числе и их будущее. Вот, чего, опять же, вы не делаете, чего, опять же, опять же, у вас нет какой-то цели. То есть, вот вам не нравится, как происходит с собой жертву, а дальше-то что? То есть, как бы, ну, что вы хотите делать? К примеру, можно изменить, вы не сможете, можете измениться сами. Можно за счет ваших собственных изменений гармонизировать отношения с мужем, например. И посмотреть, есть ли у ваших отношений ресурс для того, чтобы выйти на более высокий уровень, для того, чтобы стать основой для брака, для дальнейшей совместной жизни. Или нету этого ресурса, и вам тогда нужно будет помочь пережить расставание. И сделать так, чтобы такой ситуации, какая сейчас происходит, больше не повторил. Но, повторю, но для этого нужна цель, ну, чтобы вы эту цель поставили, чего я хочу. Вот я написала на сайте психологам, что я хочу, что мне нужна, да, есть ситуация, она неприятная. Вот, что я хочу. Непонятно, непонятно, что вы хотите. Вот вы говорите, я жестовую. Ну, так не надо жестовую. Основной момент в том, что вы делаете то, что не хотите сами. То есть, если вы для себя видите, чувствуете, воспринимаете, как позволительно, как норму то, что пренебрегаете своими интересами, да, и делаете что-то, чего вы не хотите, не хотите делать, то почему этого не должны делать другие? Почему, если ты не ценишь себя, если ты с собой жертвуешь, если ты с собой пренебрегаешь, я не должен этого принимать. Ну, вообще-то, я это принимаю. Я отношусь к тебе так же, как ты себя ведёшь, вот. В любой ситуации поэтому начинает следовать с себя, не с другого человека, если вам это нравится, значит, в вашем поведении есть что-то вам чужеродное, и, соответственно, нужно это минимизировать, и тогда ситуация пойдёт налад. Это не обязательно сохранение брака вашим вашим мужем. Это, скорее, обретение внутренней гармонии, и, соответственно, направление вашего жизненного пути именно в том русле, который наилучшим образом отражает ваши ценности. Так что, я думаю, что ответить вам можно примерно так. То есть, есть момент такой, что вы переложили такое ощущение, что ответственность вам, то, что происходит в том числе в вашей семье, но, значит, ну, при том, что в семье как таковой в психологическом смысле слова не существует. Семья – это исключительно социальный элемент. Семья может быть и психологически, что отражает некоторую особую близость людей, некоторую эмоционально-чувственную связь. Но эта эмоционально-чувственная связь, она напоминает, знаете, вот такую, я бы сказал, незримую нить. И она доправляет, исчезает. Вот, и я не думаю, что этой связи свойственны такие формации, как интересы, границы и так далее. Я думаю, что эта связь, коли она существует, она находится несколько, ну, несколько выше, что ли, того, о чём вы говорите. Потому что это всё-таки история не про материальное. А вот интересы и границы – это довольно, ну, такая материальная история. А всё-таки здесь речь идёт не совсем про материальное. Так что я думаю, вот, примерно, таким образом, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. И я надеюсь только на то, что, ну, я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы получите для себя какую-то новую информацию. Вот. И, соответственно, я надеюсь, что что-то в вашей жизни изменится. На этом всё. Я надеюсь, что вас удалось разрешиться. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...